Всем привет! Вот сегодня закончилась третья неделя моего эксперимента. Подводим итоги моей работы. Неделя прошла продуктивно, весело, эмоционально. Много людей, много общения, ну и много работы. Погода у нас на этой неделе что-то расшалилась. День минус 30, следующий день 10, минус 10. В общем перепады жуткие. Вечером ложишься спать минус 10, утром просыпаешься минус 30. Сложновато для здоровья, ну и холодно. На этой неделе, что у меня, что у меня. Сынок приезжал, я вам ставлю его интервью. Попозже, где он расскажет про, как продвигать свои изделия. Ну я думаю это подойдет для всех, не только для вязаных игрушек. В общем его опыт, полтора года. И он там расскажет. Я думаю каждый для себя возьмет что-то интересное. Ну что-то полезное с этого видео. Строго не судите, потому что это его тоже первый опыт. Получилось, не получилось, это не важно. Главное, что он очень много понял, очень много узнал. Поэтому позже я вставлю интервью. И он вам все расскажет. Ну а я на этой неделе работала. Работала, почему? Перчаточки все купила. Вспомнила старый метод. Как в детстве мама, ну когда что-то потянешь где-то, какие-то травмы такие мелкие были. Шерстью заматывали. Боль снималась, отек. Не знаю, что это делать, но помогала в детстве. Вот я купила просто перчатки шерстяные. И думаю спать в них, ну и отдыхать, чтобы руки не болели. Попробуем. Может быть сработает. Вот. Так, на этой неделе что интересного, что интересного у меня было. Большой заказ интересный был. На 8 ушей сразу. Спасибо, кто заказал. Если кто-то меня видит, заказчик. Спасибо вам большое. Буду рада, если вам понравится, вашим детям. Что еще интересного? А, из интересного. Новое предложение, так скажем, мне поступило. Взять на обучение двух девочек. Десяти и восьми лет. Научиться вязать хотят. В общем, желаний много. Не знаю, как получится. Там проблема. Одна девочка левша. Я правша. Мне очень трудно что-то. Я как-то не знаю, как ей показывать. Я попробовала, и что-то у меня не очень получилось сразу объяснить. Но так как у меня муж левша, он мне как бы подсказал, как мне можно это легко и просто сделать. Попробую этот метод. Он сказал, просто сесть лицом к лицу. Друг к дружке. И тогда будет, ну как бы, она будет видеть так, как надо. Ей. Не знаю. Не знаю. Попробуем. Попробуем. Отказываться не стала. Хочу попробовать. Я не учила еще никого вязать, чтобы сама. Поэтому хочу попробовать. Я попробую, что отказываться и детям полезно. И, в общем, пользу от вязания, я думаю, все знают. И развитие мелкой моторики, и для нервов хорошо, и для развития мозга хорошо. А для детей особенно хорошо. На всю жизнь пригодится. Вот. Поэтому взяла. Ну, еще одна племянница ко мне тоже хочет поехать, поучиться. Ей уже 29. Так что опыт будет интересный. Такие разновозрастные. Буду... Посмотрю, как это получится у меня. Покажу, расскажу вам потом, как у меня будет получается. Ну, и их работу покажу. Что у нас вообще получилось. Опыт интересный. Попробуем. Вот. Работала много, вязала много. Читала много. Вот, кстати, некоторые спрашивают. Да, я вяжу целыми днями. Ну, мне нравится это. Меня это, как бы, вдохновляет. Очень много. Ну, практически всегда. Практически всегда. Я вяжу, вяжу чуть-чуть. Я так, ну, опять вяжу. Что, почему, почему я вот... Просто сидеть и вязать, это будет скучно. Под телевизор, под киношку, под сериальчик. Ну, я не очень люблю вот эти сейчас современные сериалы. Длинные такие. Ну, редко какой. Наверное, только великолепный век. Который, наверное, смотрели все. Любят все. Ну, многие, по крайней мере. Это да. Это да. Это и два, возможно, и три. Ну, бывают такие сериальчики. Ну, в основном я книги. Всегда любила книги читать. И читаю книги. И, если честно, читаю много книг. Ну, прям очень. Так как чтение, ну, раньше занимало очень много времени. Ну, сидеть в книжке, да, читать. Чем еще заниматься? То есть, ничем не занимаешься, только читаешь. Вот. Я нашла такой, сейчас же век современных технологий, очень удобный. Придумали аудиокниги, которыми я пользуюсь, ну, довольно-таки давно уже. Ну, лет, наверное, да как десять, наверное, я слушаю аудиокниги. Много, часто и постоянно. Ну, и под книжку вязать – это одно удовольствие. Мне это, конечно, вообще соединить два любимых занятия – это просто потрясающе. Вот. Читаю я, если будут вопросы. Через приложение. Есть приложение платное, есть бесплатное. У меня бесплатное. Патефон называется. Приложение там за рекламу. Ну, наклацаешь рекламу там на два часа, и два часа спокойно слушаешь. То есть, без всяких проблем. Книжка идет, озвучки. Классные. По крайней мере, те книги, которые я читаю. Вот. Мне очень нравится, я довольна. Читаю очень много. Если интересна кому-то тема книг. Я знаю, что сейчас мало кто читает и… Да и раньше мало кто читал. Ну, есть любители большие. Если вам это интересна тема, то, в принципе, можете написать. Я расскажу, какие я люблю книги читать, какие я читала, какие посоветовать могу книги. Ну, какие-то меня сильно цепляют книги, какие-то не очень. В общем, ну, я… Можно поделиться опытом. В общем, читаю многое. Так, ну, в общем, Жень, как обычно, бьет ключом. Работаем, 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 читаем, удовольствием. В общем, жизнь кипит. Так. И на этом… Нет, на этом не все. Значит, сейчас вам ставлю интервью сына своего старшего. Он, получается, владелец магазина «Полочек» в Тюмени. Он все расскажет, как продвигаться. Может, какие-то полезные информации для вас. Мы с удовольствием поделимся. Вот. А я… Что я хочу сказать? Какие выводы? Что я вынесла с… 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 С работой… С магазином «Полочек»? Толчок. Очень сильный толчок мне дало. Я поставила туда игрушки. Увидела, какие продаются, какие не продаются. Но я не стала… Знаете, как некоторые мастера сидят там, старевку-то поставили, которые 10 лет назад связали, оно у них валялось там на полочке дома. Они решили в магазин принести это. Так, нет. Я поставила всякие разные, навязала, поставила и смотрела, какие продаются, какие не продаются. И стала вычислять, какие больше продаются, какие меньше, какого размера, по какой цене. Ну, понятное дело, оказалось, что большие игрушки очень редко покупаются. именно размером большие. Ну, и цена будет большая, правильно? Маленькие игрушки хорошо продаются. У некоторых прям маленькие брелочки хорошо продаются. У меня не очень хорошо они продаются. Самые продаваемые игрушки у меня, наверное, вот как раз такого вот маленького размера. Ну, они как бы средненький размер. Вот. То есть, в ладошку. Детям нравится, детям удобно держать в руках. И по цене получается тоже такая, как бы, нормальная. И люди с удовольствием их покупают. Вот. И это мне, конечно, дало что. Ну, я бы свидетела, что в магазине полочек все-таки так много не покупают. Может быть, игрушек, ну, и мастеров много, которые занимаются вязанием. Поэтому конкуренция большая. Я как раз и подумала, где бы еще продавать. Поэтому я стала пробовать всякие разные варианты. В ВК у меня мало заказов. Через ВК было. И на полочке, получается, тоже, как бы, меня это не устраивает. Не, ну, меня, в принципе, немножко устраивало. Ну, пока это было моим хобби, так сказать. Но когда я поняла, что на этом можно зарабатывать деньги, с помощью этого, ну, на этом хобби, я, конечно, переключилась уже в поиске. Где это можно продавать, где можно больше продавать и выгоднее продавать. Поэтому я стала в другие варианты. Это, кстати, дало мне толчок. Я выяснила, какие игрушки, по какой цене заходят. И поэтому стала вязать именно такие. Ну, то есть, зашла потом и на ВВ, и на Азон. В общем, везде в Инстаграме, на Ютюбе. И даю ссылки. По ссылкам люди проходят, покупают. То есть, не надо напрямую мне заказывать, там, через почту получать, куда-то ходить. Всех сейчас на ВВ ходят. Получают, все заказывают на Азоне, на ВВ. Это рядом, это в соседнем доме, а то и в этом доме, где ты живешь. Поэтому это очень удобно. Ну, и не платить за доставку и все такое. Поэтому больше, конечно, так. Для людей это удобнее. Я вижу, что это удобнее. А не работать с мастером напрямую. Но есть такие, вот как мне там написала девушка, которая, она тоже живет в Нижневаркске, как бы хотела заказать игрушку именно вот. Да, так тоже можно, пожалуйста. Если вы хотите, ссылки в описании. Я скидываю там в описании все ссылки. На ВК. Напишите мне напрямую. Мы договоримся, где, куда. Или мы привезем, или вы подъедете. Все в наличии есть. У меня всегда есть в наличии все мои игрушки. Я их подвязываю, чтобы у меня такого не было. Ну, это такая специфика работы с Валборисом Азовым. Что ты сначала вяжешь, потом продаешь, а не получаешь заказ и вяжешь. Потому что там, ну, специфика своя. Часто отправлять надо. Поэтому меня как бы это все устраивает. Удобство, ну, мне да, мне удобно так работать. Что через Валборис Азовым. Что не надо там подстраиваться, у кого когда время есть, у кого не ждать кого-то там, открывать двери. В общем, такое. Я думаю, лучше, ну, кто любит на ярмарках, кстати. Многие считают, что на ярмарках именно срабатывает то, что человек видит человека и покупает. Ну, мастер может поговорить, расспросить. И вот Никита говорит, что так больше, что ли, покупает. Именно влюбляясь в мастера, что ли. И покупает его работу. Не знаю, как это работает. Я на ярмарках не работаю. Поэтому вам ничего не скажу по этому поводу. Вот. Значит, Никита. У него эта группа осталась. Долина мастеров. В ней он разрешает размещать бесплатно свою рекламу только для тех, у кого ручная работа занимается. Ручная работа. Вы можете фотки, видео, ну, пост выставить. Это бесплатно. Совершенно бесплатно. Единственное условие – репост на свою страницу. Вот. То есть, можете выставлять, рекламироваться. Это бесплатно. Если вы этим займите. Да, любую женщину. Пожалуйста. Ну, а если кому-то реклама нужна, то тоже можно с ним договориться или купить рекламу в этой группе. Группа хорошая, рабочая. Мастеров там очень много. Ну, вообще, есть с кем пообщаться и найти что-то общее. Кому это интересно, найти поле. Поле таких же людей, которые любят это все. Вот. Подписывайтесь на эту группу. Размещайтесь. Он разрешает это все бесплатно. Ссылка будет тоже в описании на его группу. Так что, милости просим. Ну, все. Всем привет. Вот. Сегодня я хотел бы немножечко рассказать такой общей информации для всех мастеров, кто занимается ручной работой. Как, где и куда отдавать свои изделия, чтобы они продавались. Чтобы это все превращалось в денежку. Чтобы можно было дальше творить. Ну, то есть, вы то, что создали, продали. У вас денежка появилась. В это материал обложили. И так далее, и так далее, и так далее. Собственно, для всех мастеров самым главным является на данный момент это соцсеть. Вот. Существуют моды, тенденции. К примеру, сейчас идет мода на телеграм и на контакт. Так как из-за всей ситуации инстаграм заблокировали, туда нужно заходить только с VPN. Там большая часть людей перестала сидеть, которая раньше сидела. Вау. Но ВК по сравнению с инстаграмом намного слабее по покупательской способности от людей. Там нужно прям выискивать людей, которые будут вашей целевой аудиторией. Собственно, теперь самое главное. Смотря чем вы занимаетесь, у вас существует своя аудитория, которая покупает это. Если мы говорим об игрушках, в основном это для детей. Вот. Но игрушки бывают разные. Можно сделать игрушку миленькую, красивенькую, больше на детскую тематику, то есть для детей. Можно сделать игрушку какую-нибудь упоротую, какую-нибудь такую, как будто с бодуна какая-нибудь. Вот такая. Это будет заходить взрослым. Вот. Но это тоже будет заходить далеко не всем взрослым, но какой-то один человечек точно идется, который влюбится в это изделие. Вот. Это то, что, грубо говоря, касается игрушек. Вот. Если вы делаете украшения, грубо говоря, то у вас аудиторию уже девушки и чуть ли не каждая третья, которая просто заинтересуется. В зависимости от того, какие именно украшения вы делаете. Кто-то любит серебро, кто-то любит золото, кто-то любит натуральные камни, кто-то любит эпоксидную смолу. Кому-то хочется, чтобы это было красиво из полимерной глины, какой-нибудь там пирожочек, чтобы он висел на ушке, как сережка. То есть вариантов много. Самое сложное – это найти, где сидит ваша целевая аудитория. Где она, через какие соцсети в основном они сидят, смотрят, находят все. Где именно они ходят, чтобы можно было как-то им чуть ли не лично предложить. Вот. Значит, первый вариант – это ведение соцсетей. Вот. Я бы сказал, что для мастера это просто обязательная вещь. И причем вам не особо важно вести именно, носить там какие-то супер текста, писать о том, как вы этим занимались, почему и так далее. Вот. Ваша самая главная задача – просто вы сделали изделие, сфотографировали, какую-нибудь приколюшку сверху накидали и выложили. Все. Для подписчиков этого будет достаточно. Вот. В основном люди, если будут на вас подписываться, они подписываются на вас только из-за ваших изделий. То есть им нравится ваш стиль, вам нравится, как именно вы это делаете, именно ваши идеи, а не у другого человека. Получается, ручная работа, она абсолютно индивидуальна. И каждый мастер, даже занимаясь одним и тем же, может сделать две или абсолютно разные, или чуть-чуть разные. Одинаковые у двух мастеров никогда не получится. Даже если взять свечи, один мастер использует хорошие аромки, американские, которые очень долго сохраняют, специально разработанные для парфюмерии и вот таких вот всяких свечей, ну, чтобы аромат сохранялся дольше, пах лучше, сильнее и так далее. Другой мастер использует какой-то дешевый аналог. Вот. И, к примеру, этот мастер капает много аромки, а этот мастер капает чуть-чуть. Соответственно, аромата будет меньше, как бы она уже будет немножечко другой эффект от всего этого. Вот. Хотя две абсолютно одинаковые свечи, но по аромату уже будет другое. Вот. Это я вам просто как пример привел. Вот. То есть, самое главное – это введение соцсетей. Вот. И причем можно вести очень простенько. Даже вы там что-то делаете, можете это снять и выложить видос, как вы делаете. Просто монтировать, там порезать, тых-тых-тых, до минутки сделали, просто показали весь процесс людям. Вот. А далее для всех мастеров есть самый такой работающий вариант – это ярмарки или выставки. Вот. Но не все выставки, не все ярмарки будут выгодными. Вот. То есть, тут нужно пробовать. Нужно смотреть, нужно ходить, нужно пытаться, но будьте готовы к самому главному. Там вам, например, дается день, или два дня, или три дня. Вы должны эти, этот день, два, три дня, быть максимально отдающим энергию. Как это выглядит? То есть, на ярмарке вот собралось сто мастеров, куча-куча столов, вот они все стоят вот таким вот образом, что люди просто ходят и смотрят. Вот. Суть в том, что вам надо как-то зацепить человека, чтобы он подошел именно к вашему столу, и как-то его заинтересовать, чтобы он это купил. Вот. Это на фоне ста столов люди будут просто ходить. Просто вот так вот идут, смотрят, идут, смотрят. И когда-нибудь что-нибудь его зацепит, он подойдет, и не факт, что даже начнет что-то спрашивать. Просто подойдет и потрогает. Вот. И тут на этом этапе вам уже надо будет начинать работать с человеком. То есть, вам надо как-то его заинтересовать. Например, вот я свечи продавал. Для свечей прям вот один из ста человек только купит свечу. Вот. То есть, нужно прям ждать. Ждать этих свечелюбов, которые идут, ищут свечи, и вот. И дальше вот, если он вдруг подойдет, его уже нужно заинтересовать. Как это делаете? Вы просто говорите, а понюхайте свечу. Вот смотрите, у нас самый популярный аромат, очень вкусный. Даете понюхать? Человек понюхал. Ой. Что за аромат? Ой. Понял. Значит, вам такое не подходит, да? Давайте мы возьмем вот этот. Вот он. Это не обычный аромат. О, прикольный. А на самом деле, для другого человека тот второй аромат не прикольный. Фу, что это такое? А первый эталон классный. Вот. То есть, тут все зависит от того, что вы будете предлагать. Предлагать. Вот. И ни в коем случае, если вы пришли на ярмарку или выставку, не утыкайтесь в телефон и не ждите, когда у вас все купят. Это не работает. Вам надо держать контакт с человеком, чтобы он у вас что-то купил. Вам надо предлагать. Да. Предлагать и не стесняться. Там на ярмарке все предлагают на выставке, и вы тоже предлагаете. Вот. Это значит второй вариант. Далее. Сегодня существуют еще такие магазины, как магазин Полочка. Вот. Я сам попробовал создать его с нуля в Тюмени. Вот. Дорос до больших размеров и не рассчитал немножечко. Все. Прибыли. Ну и мастеров не дождался. Покупателей не дождался. Вот. С рекламой. Ну. Чтобы магазин Полочка жил, там нужен огромный состав людей. Где-то, наверное, четыре человека. И каждый занимается отдельными вещами. Чтобы все это, в общем, работало и было красиво. Вот. Магазин Полочка, в принципе, ценники от полторы тысячи до трех, наверное, по всей России. Как-то так вот. Вот. Ну, в среднем, давайте возьмем две тысячи рублей. За полочку. М? За полочку. Да. За полочку две тысячи рублей. Вот. В среднем берем. За месяц. Вот. Полочка тоже риск. Тоже непонятно, будет ли ваша там продаваться или нет. К примеру, полочки в основном не берут вязаные игрушки. Вот. Почему? Потому что очень много кто, наверное, вяжет. Вот. И... Не знаю. Не знаю, почему не берут. Я лично всех брал. Никому никогда не говорил нет. Мы вас не возьмем. Вот. А другие полочки берут там... Ну, у них какие-то свои критерии есть. Вот. Это тоже риск. То есть тут вы идете, как бы, и не знаете, будет это там продаваться, не будет продаваться. Вот. И также магазин Полочка, это не такое место, где вы просто пришли, отдали, заплатили эти две тысячи и забыли. Нет. Это не такое место. Вам надо будет играть с ценой. То есть вы идете по магазину Полочки, смотрите, находите похожих конкурентов. То, что делает то же самое, что-то похожее, чем что у вас. И... Делаете на рубль дешевле. Глупо? Глупо. Глупо. Но зато... Человек видит за 350 вещь и за 349. Что он купит? Это логика покупательского у людей. То есть вам нужно пользоваться всеми возможными способами. делать интересные акции 2 равно 3 то есть ваша полочка также вот да еще нужно украсить полочку то есть дать ей жизнь там просто фотографии налепите как ваши ваши изделия там выглядят на людях то там если это сережки как это все выглядит вот просто заклеили полочку а у вас уже полочка поменяла вид и она стала не такой как у всех от индивидуальной той который человек подойдет и просто заинтересует посмотреть как тут все красиво интересненько и может быть что-то и купит вот такие игрушки больше продаются большие маленькие ну именно в тюмени продаются средние игрушки по размеру вот этих вот примерно брелочки как бы у меня плохо магазине продавать вот такие вот игрушечки и ценник от 500 до 600 рублей обидный ценник обидный да но какой есть и самое главное если вы вдруг захотите расширить ну то есть вот вы делаете с чем-то занимаетесь и думаете открою свой магазинчик где буду это продавать вот помните что магазинчик это расходы на аренду это расходы на все вспомогательные типа интернета и так далее вот эти мини расходники также вам надо будет там сидеть весь день и ждать покупателей если не сидеть саму нужно нанять человека платить ему зарплату работа с людьми где платишь зарплату работнику это тоже как бы он там может заболеть дела и так далее то есть вот вот эти все факторы вот не забывайте пожалуйста если вы вдруг будете настолько сильно расширяться просчитывайте все просчитывайте и понимаете что вам придется выйти на такие большие обороты то есть вам надо будет ну тысяч 70 80 просто для того чтобы не быть в минусе вот поэтому с этим будьте осторожны пожалуйста так и теперь итоги недели на этой неделе я продала драконов 4 штучки олененок три штучки брелок хаски две штуки тигренок один брелок лисенок один обезьянка одна лиса одна штука мышонок девочка одна штучка мышонок мальчик восемь штучек ну и три слитки восемь пар и того за неделю я заработала пятнадцать тысяч 080 рублей и того в копилке общая сумма тридцать тысяч девятьсот тридцать рублей